13.05 в Кирове, в эфире Светлана Занько, напротив меня мой гость Исаев Максим Сергеевич, это директор филиала МТС в городе Кирове. Максим Сергеевич, добрый день. Здравствуйте, Светлана. Вы не очень давно в нашем городе, я вот вижу по всем сообщениям, что прибыли сюда и вступили в должность в начале марта. Да, все верно. Пара таких личных вопросов, как вам нравится город? Киров, чудесный город, очень зеленый, в отличие от того места, где я до этого жил, работал. А жили и работали вы в Самаре? Да, до этого все время был в Самаре. Очень нравятся люди, открытые, общительные, это добавляет интереса к моей должности, к работе, которой я занимаюсь. Максим Сергеевич, на самом деле, мне до эфира рассказывал, что кайфует просто эти несколько месяцев в Кирове, именно потому, что нравятся люди. И совсем не считает их закрытыми. Приятно слышать, на самом деле. Нас обычно виновны, обвиняют. Так, хорошо. Я вижу, что подготовились отвечать на те вопросы, которыми я вас озадачила перед эфиром, потому что вопросы, на самом деле, разные и серьезные. Перекину небольшой мостик с нашего общения с министром информационных технологий и связи Кировской области, Зориным Александром Владимировичем, который недавно был в нашем эфире в рамках министерской недели, он мне следующее сказал по поводу взаимодействия правительства Кировской области и компании МТС. Он упомянул, что компания МТС в этом году перевыполнила реализацию объема инвестиций в полтора раза. Вот для меня это было несколько странно услышать такое, потому что в то время, когда мы все жалуемся на то, что все тяжело, инвестиции сокращаются, КСА затягиваются, МТС инвестирует и, мало того, инвестирует в объемы превышающих, те, которые запланировали. Каким образом этого удалось добиться и на что эти инвестиции были направлены? Спасибо за вопрос, Светлана. Но я предлагаю тогда несколько раньше начать с исторической перспективы. Еще год назад, наверное, чуть больше было подписано совместное соглашение между компанией МТС и руководством области о дополнительных инвестициях в развитие. Мы понимаем, что привлечение любых инвестиций в регион связано и с повышениями зарплат в данном секторе, то есть строительство, и улучшение экономической ситуации. Из чего состояло подписание этого соглашения? В соглашении оговаривалось количество инфраструктурных объектов, которые компания берет на себя, ответственность построить в новом году. Оговаривались возможности по расширению сети в различных регионах области. И в данный момент мы подвели предварительные итоги, потому что программа у нас двухгодичная. Мы продолжаем строить, продолжаем вкладывать деньги. И по итогам, которые были подведены в июле, действительно оказалось, что мы с перевыполнением вышли на программу инвестиций. И на данный момент она привела к тому, что в результате стройки мы получили дополнительное покрытие, дополнительные базовые станции были построены. И наши абоненты, например, в Кирово-Чепецком, Ветском, Полянском, Зуевском, Акваринском, Оричевском, Уржумском, Фадеевском, Фаденском, Налинском, Верхнекамском, Советском, Малмышском и в ряде других более мелких регионов получили новый уровень качества связи и возможность пользоваться дополнительными сервисами компании. — Это все строительство новых станций, это все в рамках правительственной программы по обеспечению непрерывного пространства сотовой связи в регионах. Правильно я понимаю? — Действительно, да. То есть предпосылкой явилась как раз обсуждением вот этого программы, того посыла еще президента Медведева, о котором говорилось, о возможности получения доступа к мобильному интернету во всех поселках для каждого жителя Российской Федерации. — Я говорю, есть даже скорость не менее двух мегабит в секунду. Поэтому мы очень плотно работаем с представителями администрации и города, и области в этом направлении. И вот хотелось бы также отметить, что до конца пятнадцатого года мы еще продолжаем реализовывать эту программу. — Мы расширяем сети четвертого поколения, которые позволяют людям получать более комфортные условия мобильного интернета. Мы расширяем 3G, 2G, потому что никуда не уйти, как будто мобильный интернет — это пока для большинства наших устройств, которые мы в сети видим, это именно 3G. 3G-технология. — Ну и 2G, которые обеспечивают устойчивый голос, покрытие по территории всей области. Область очень обширная, неравномерно заселенная, что создает, конечно, сложности к проектированию нашей инфраструктурной системы, инфраструктурного покрытия. — Поэтому мы не останавливаемся. И очень приятно наблюдать, как загружаются наши сети. То есть, например, та сеть четвертого поколения ЛТЕ, которую мы запускали, где уже доступны скорости до 70 Мбит в секунду, 75 Мбит в секунду. — Мы с удовольствием наблюдаем, что в Кирове, Чепецке, в Кирове, в Котельниче, в пригороде Кирова, это Дороничах, Ленгасово, Воричах, по экспоненте практически растет потребление. То есть, например, в Дороничах за год мы увидели рост трафика более 10 раз. — А с чем вы это связываете? — Мы связываем это с тем, что люди выбирают более скоростной интернет. Ну, соответственно, при наличии ЛТЕ гораздо, так скажем, более разумно пользоваться именно им, потому что стоимость интернета не зависит от той скорости, которую потребляет человек. Поэтому, естественно, все выбирают этот вид технологий. Мы связываем это с увеличением проникновения в продажах в наших собственных салонах ЛТЕ устройств, которые поддерживают эту технологию. Ну, и также стоит отметить, что доступность этих устройств за последние несколько лет стала более всеобъемлющей. И вот уже в наших салонах наши абоненты или люди, рассматривающие возможность приобрететь это устройство, имеют возможность выкупить уже совершенно разумные деньги до 5000 рублей. — Давайте объясним нашим слушателям, которые, может быть, в этом вопросе не очень свежи. А следующий, что такое ЛТЕ? — ЛТЕ — это технология нового уровня, так скажем, передачи данных. Во всем мире она уже широко распространена. Сейчас уже ведутся активные тесты поколения пятого. Сейчас есть уже даже попытки запуска в России поколения 4+, в некоторых операторах. На данный момент мы, обладая лицензией в Кировской области, первыми выходили с этой технологией. Сейчас у нас достаточно комфортное покрытие для наших абонентов. Мы продолжаем строить, модернизировать сети. То есть, если вы заметите вышку, которая принадлежит одному из операторов, то, как правило, в городе Кирове они уже все оборудованы антеннами, поддерживающими технологию 4G. — Тогда тоже это интересует. Такой уточняющий вопрос. Если вы вводите в какой-то район, в какой-то город ЛТЕ, это требует строить по новой вышке или достаточно провести модернизацию на старой, которая ранее не предоставляла такой связи? — Знаете, чаще всего мы используем, конечно, существующие инфраструктурные объекты. То есть, так же, как в свое время, когда был 3G-вызов, так называемый, мы модернизировали наши базовые станции новыми антеннами, новым оборудованием. И, как вы правильно заметили, именно модернизация лежит в основе введения технологий в действие по территории. Здесь примерно тот же самый вариант. То есть, мы модернизируем свои базовые станции. На базовой станции, как правило, сейчас размещается уже несколько диапазонов. Это и 4G, и 3G, и 2G. И существуют, конечно, иногда такие ситуации, когда мы вынуждены дополнительно уложиться и построить отдельно стоящее какое-то мачтовое сооружение или, может быть, столб. Но они редки, и чаще всего операторы пользуются возможностью модернизации существующих объектов и структур. — Из-за того, что вы рассказали, сейчас я делаю вывод, что у вас нет, вы не чувствуете торможения процессов. То есть, все, что было запланировано, идет даже с опережением графика. На вас кризис совсем не сказывается? — Нет, конечно же, мы видим влияние кризиса, и чаще всего это связано именно с потребительской способностью населения, отсутствием дешевых кредитов. Мы четко наблюдаем потери платежеспособности абонентов, и, собственно, наверное, это общая проблема, она не может не касаться даже целиком сектора. — А как это сказывается на салонах связи? Мы понимаем, что сейчас у нас, по крайней мере, когда ты говоришь про Кировский регион, ты видишь, что закрываются салоны, если не связят, закрываются магазины, которые продают технику. Тут закрытие, там закрытие. Коснулась ли такая тенденция салонов МТС в Кировской области? Закрыли ли вы хоть один салон? — Так скажем, безусловно, мы салоны закрываем, но это связано с ротацией салонов. То есть, мы мониторим эффективность каждого салона, и то, что тут закрывается салон, это не значит, что количество становится меньше. Мы просто перевозим его в другое, более удобное для наших абонентов место. С точки зрения количественного показателя, то за последний год, если взять историческую перспективу, год, то количество салонов под флагом МТС увеличилось в полтора раза. Мы пошли последовательно и, осуществив комфортную связь для наших абонентов в удаленных районах от Кирова, соответственно, мы там же открываем нашу рознику, откуда и взялась цифра полтора. На данный момент наши салоны в этом году открылись уже дополнительно в Кирово-Чепецке, например, в Подосиновце, Вахрушах, Шебулино, Куменых, Мурашах. Точнее, это то, что мы откроем до конца года, это я вам, так скажем, открыл небольшую тайну и планы. А уже сейчас действуют салоны в Ленгасово, в Апалинов, в Аленках, в Нагорске, в Уни и в Свече. Также в Кикнури мы недавно открылись. То есть на данный момент никакой остановки программы открытия нет, и мы для себя это как гармоничным развитием рассматриваем, этот процесс как гармоничное развитие. В силу того, что мы обеспечиваем дополнительное покрытие, более комфортные условия существования в нашей сети для абонентов, мы им даем возможность пользоваться сервисом обслуживания и представления различного рода сервисных функций, которые обеспечивает наш салон. Когда заходит в районы, в регионы такая серьезная крупная компания, как вы, и открывает там свои салоны, да, там, скажем, точки сбыта, магазины, мы понимаем, что необходимо поддерживать достойный уровень, да, корпоративную культуру обслуживания клиентов. Вот, например, в каком-нибудь Кикнури, или там сейчас в каких-нибудь Куменах. Ничего не хочу сказать плохого, просто это отдаленные районы, и понятно, что персонал, который там будет работать, он должен соответствовать стандартам компании. Возникают ли сложности с подбором персонала, кто им занимается, как вы контролируете стандарты обслуживания? В компании МТС приняты определенные стандарты, которым подчиняется вся ритейловая розница, о которой мы сейчас с вами говорим, и правила поведения, общения, скрипты общения, они все прописаны, поэтому особых сложностей с точки зрения погружения сотрудников нового салона мы не испытываем. Есть у нас специальные люди, которые, отдел обучения, который занимается адаптацией вновь нанятых людей, их обучением и вводом в должность. Также мы всегда и с помощью такого инструмента, как тайный покупатель и собственными визитами, я вот, например, всегда нахожу время ежемесячно, еженедельно, я бываю в рознице, и меня абоненты, если кто-то, может быть, уже знает, могут видеть, меня знают все продавцы, поэтому... Тайным покупателем выступаете? Ну, со значком на пиджаке, конечно, тайным покупателем работать сложно, но я как раз не тайный, то есть я такой некий явный представитель компании, и подолгу бываю в салонах, наблюдаю за тем процессом, который происходит, вижу, как обслуживается абонент. Многие даже могут лично со мной разговаривать, если в данный момент я нахожусь в салоне. А с точки зрения оформления и всего прочего, у нас здесь как бы такие вещи банальные, есть стандартные подходы к брендбуку, и это все обеспечивается либо за счет компании МТС, если мы, собственно, салон открываем, либо это наши партнеры, если мы вариант франчайзера смотрим. Ну, что касается тоже продаж, 30 июля, вот была интересная такая новость, которая звучала следующим образом. Евросети связной отказались от закупок смартфонов Samsung и обвинили бренд в большом количестве брака. Вот они объявили, что они прекращают или категорически там врежут закупки смартфонов Samsung. На мой взгляд, смартфоны Samsung одни из самых популярных, потому что сама программа рекламная Samsung, она довольно агрессивная. Ее очень много я имею в виду на телеканалах, других СМИ, а про МТС ничего не было слышно. Вас удовлетворяет качество Samsung? Вы знаете, мы работаем со всеми поставщиками, и в данном случае Samsung наш давний партнер и очень добрый, и мы не видим подтверждения тех заявлений, которые наши партнеры-конкуренты делают в эфире. Действительно, уровень брака находится в рамках, прописанных договором, и никаких проблем подобного рода мы не испытываем. Следует отметить в данной ситуации, что в связи с этим, с того времени продажа вендора Samsung у нас в рознице увеличились в 2,5-3 раза практически. Ну, то есть, это говорит о том, что если люди не могут его найти, или там будущие потребители в сетях конкурентов, значит, они приходят туда, там, где он есть. И, собственно, потребитель, он кошельком голосует за качество. Мне сложно судить заявление наших конкурентов. Мы таких проблем у себя в сети не видим. А если мы сейчас представим вообще розницу, что продается сейчас в салонах, я имею в виду, пользуется популярностью, и тогда, что вы предлагаете, расширяете вы линейку, сужаете, в зависимости от потребностей и от предложения рынка? Знаете, в апреле этого года у нас была новая стратегия принята с точки зрения ретейла, и мы снизили цены на датогенерирующие устройства, это, так скажем... Надо объяснить. Да, я объясню. Датогенерирующим устройством я подразумеваю устройство, которое имеет возможность работать в интернете. То есть это, ну, чаще всего умный телефон, смартфон, в общем понимании. Планшет, как девайс. Мы опустили цены практически до 30% на многие из этих устройств, на самые популярные. Мы видим всплеск продаж с апреля. Мы с удовольствием отмечаем, что все больше потребителей выбирает именно нашу сеть розничную для того, чтобы приобрести... Вы сравниваете, у вас статистика, она открытая, что можно посмотреть? Разная есть статистика. Разные источники. Разные источники. Мы пользуемся всеми. И совершенно правдивая информация в том плане, что в нашей сети наблюдается всплеск продаж с апреля в связи с введением вот этих шок цены. Мы ее так называем. Я сейчас напомню нашим слушателям, что в гостях нашей радиостанции Максим Исаев, директор филиала МТС в городе Кирове, он сейчас говорит, что находится на передовой по продажам смартфонов, я так понимаю, да, среди всех конкурирующих компаний. 30% цена. Вы ее назвали шок ценой. Было трудно принимать такое решение, что вы категорически снижаете цену, потому что если мы представим себе цену на смартфон, она не маленькая. И потери 30% это серьезные потери. Как решились на принятие такого решения? Мы как оператор заинтересованы в проникновении в базу таких устройств к себе, потому что наши абоненты начинают пользоваться мобильным интернетом. Мы видим, как доходы от мобильного интернета ежегодно растут, а доходы от голоса, они ежегодно снижаются. От телефонных звонков? Да, именно от звонков телефонных, которые предоставляют обычный неумный, так скажем, телефон, мы его называем фичифон. Это мировая тенденция. В Европе уже многие операторы вообще не берут плату за голос. Да, и основными доходами операторов в данной схеме являются доходы от дата генерирующих устройств, от интернета. Мы не идем против рынка, и в принципе Россия точно так же, в России наблюдаются схожие тенденции, когда снижаются доходы от голоса и растут доходы от интернета. И вы можете проверить мои слова, понаблюдав над тем, что сейчас продается в рознице у каждого оператора. Все операторы предлагают интегрированные тарифные планы, которые подразумевают под собой небольшую абонентскую плату, в которой включены пакеты. Пакеты звонков на конкурентов, внутри сети, пакеты интернета. И зачастую это является выгодным решением для абонента, который получает конвергентный продукт, всеобъемлющий, так скажем, за совершенно доступные деньги. Не оставляет меня мысль о Самсунге. У меня почему-то сейчас внезапно пришла такая идея в голову, что таким образом компании, заявляющие о большом количестве брака, например, вы можете не отвечать, если вы не хотите. Тут есть корпоративная культура. Говоря о большом количестве брака и сокращении закупок этого оборудования, этих смартфонов, планшетов и так далее, таким образом могут подвинуть продавца на то, что продавец снижает цену. Самсунг снизит нам цену, иначе мы не будем у тебя покупать твои товары. Такое может быть. И снизит ли тогда Самсунг? Есть какая-то реакция, там месяц проходит уже? Если не хотите, не отвечайте. Смотрите, я так отвечу, Светлана. Мы, так же, как и все остальные участники рынка, находимся в рыночных отношениях. Комментировать поступки наших конкурентов или их стратегии у меня, к сожалению, нет возможности, потому что я не обладаю информацией. Что касается нас, мы с удовольствием приняли для себя как данность увеличения продаж данного бренда, и, собственно, очень этим доволен. Ну, тогда еще с другой стороны зайду. Видят прекрасно производители этих гаджетов, недешевых все-таки для нашего населения, а то, что покупательская способность в России падает. Они же тоже следят за тем, что происходит у нас в экономике и каковы доходы наших граждан. Что они делают, особенно в связи с тем, как изменилась цена валюты, что они делают? Они предоставляют вам товар по той же цене, или они тоже идут на какие-то движения по поводу снижения цены на свой товар? Или этого вообще не происходит? Вот какая была, такая и есть. Понял вопрос, сейчас еще немножко тоже помогу вам в теме с Самсунгом. Да, Самсунг это лидер продаж смартфонов в России, и, так скажем, такая конкурентная ситуация, которая вот наблюдается, и, собственно, о чем мы сейчас говорим в розничных сетях разных операторов, привела к тому, что мы с удовольствием наблюдаем рост практически в два раза продаж к прошлому году в схожем историческом периоде дорогих смартфонов. То есть, внимание, на дворе кризис, но у нас абоненты и посетители наших салонов голосуют поширком именно за дорогой сегмент. И он вытягивает прибыльность, которая существует в целом по нашим салонам. Но поставщики и производители снижают цену для России или нет? И мы находимся в общем конкурентном поле. Ситуации разные, вендоры разные. Вот я готов привести пример, например, с алкотелем, когда вы можете, как покупатель, возможно, в наших салонах, а схожие, наверное, схемы есть у наших конкурентов, с алкотелем мы работаем, когда вы можете алкотель OneTouch Pop или OneTouch Pixi приобрести со скидкой более чем 60%, но при этом необходимо оплатить некий долгосрочный продукт оператора, то есть купить, например, как у нас интернет на 5 месяцев, предоплату сделать, так скажем, и совместными усилиями оператора и вендора вы для себя, как абонент или, возможно, покупатель получаете выгодный покупок. То есть здесь уже договариваются операторы с производителями, с поставщиками? Да, это совместные акции, которые мы периодически проводим, в том числе и с Samsung у нас подобные акции идут. А что касается снижения цены на 30%, эта акция все еще действует? Знаете, мы ее не называем акцией, потому что сейчас в последнее время очень много, и все подряд стали использовать слово sales, распродажа акций и все прочее. Абоненты уже устали от этого лозунга. Мы говорим всегда о том, что это у нас такой подход к ценообразованию, то есть у нас просто самые выгодные цены, на мой взгляд. Максим Усаев о стратегии МТС в своих салонах продаж. Вы знаете, вычитала в интернете, что в 2014 году было заявлено о перспективах, о том, что в перспективе, в ближайший буквально 2014-2015 год МТС запустит интерактивное ТВ. Вот судьба этого проекта, что это такое, на каком этапе его реализация? Ну, если я правильно понял вопрос, наверное, речь идет о спутниках МТВ, которая анонсировалась в нашей компании. Это и есть интерактивное. Да, все верно. Так. Действительно, то есть компания МТС выходит в новую нишу для себя. Мы теперь становимся в том числе еще и оператором спутниковой связи и спутникового телевидения. Ну, мы все понимаем, что на рынке существуют уже конкуренты в этом сегменте. Наша тарелка, она называется «Умный», с нашей точки зрения, в чем, собственно, почему мы так думаем. Те модули, которые используются для приема сигнала, они будут содержать сим-карту компания МТС. При наличии сигнала 3G или сигнала мобильного интернета, как мы с вами ранее уже выяснили, что покрытие не только в Кирове, кстати говоря, но и во всем Поволжье и в России оно довольно-таки уже широкое и устойчивое, комфортное для наших абонентов. Получается, что практически любой потребитель, покупая нашу тарелку, сможет воспользоваться сервисом именно интерактивного телевидения, когда можно будет поставить на паузу, пользуясь обратной связью с нашими серверами через сим-карту, перемотать, ну, все вот такие вещи, которые предлагают, сейчас не предлагают, точнее, остальные участники рынка, все деньги. То есть это уникальное такое предложение будет, да? Да, некая уникальность еще в том, что наш спутник виден еще из Дальнего Востока. Он есть? Уже существует этот спутник? Он уже летает, и это оборудование уже размещается, кстати говоря, в наших салонах при обращении к консультанту, вы можете получить консультацию на подключение. Кому интересно, милости просим, в наши салоны. И прямо в Кирове можно сейчас? И в Кирове в том числе. Но это пока только развивающаяся такая услуга, да, и предложение. Это обкат или уже, напомню, что называется, катушка продажи? Мы уже продаем этот продукт. То есть в каждом из салонов, да, есть и литература познавательная на эту тему, то есть можно взять и ознакомиться на нашем сайте, более подробная информация. Спутник уже летает, тарелки уже размещаются, и люди с удовольствием пользуются услугами. Вот тут поступил вопрос по СМС в течение нашего эфира. Наш слушатель пишет, что вижу объявление на своем подъезде, что проводится какая-то то ли реконструкция, то ли модернизация оборудования, подписанная компанией МТС. Это что такое? Раз у нас интерактив, прямой эфир, я вам задаю, что это может быть? Сложно судить, не вижу я этого объявления. Я не вижу. Спасибо за вопрос. Скорее всего, речь идет о том, что мы информируем своих абонентов, ведь компания МТС – это не только компания мобильной связи, мы еще предоставляем фиксированный доступ в интернет, то есть через оптоволоконные технологии. и постоянно проводим модернизации для улучшения качества и комфортности сигнала для наших абонентов. Поэтому вполне возможно сейчас речь идет о том, что конкретно в данном доме проводится модернизация, которая скоро будет завершена, и абоненты смогут с новым качеством получать изображение. Это тоже под новые какие-то технологии, под новые услуги? Да, безусловно. Так как телеком – это одна из самых развивающихся в России отрасли, так скажем, мы также не стоим на месте, как одни из участников этого рынка, и постоянно модернизируем сети. Когда мы сейчас входим на рекламу, когда вы проводите модернизацию в отдельно взятом доме, приводит ли это к увеличению платы за услуги? Нет, мы не меняем плату, мы лишь повышаем комфортность для наших абонентов. Спасибо. Сейчас мы пройдемся на короткую рекламу. Напоминаю, что у нас в студии Максим Исаев, директор филиала МТС в городе Кирове. Продолжается наша программа. У микрофона Светлана Занько и мой гость сегодня Исаев Максим Сергеевич, директор филиала МТС в городе Кирове. Что касается бизнеса, вот немножко информации, я думаю, что для наших, для частных покупателей и ваших пользователей мы дали. А что касается бизнес-предложений, вот как на них сказывается увеличение инвестирования в Кировскую область компании МТС, или это вообще никак не связанные вещи? И просто идет некая программа общая, да, федеральный МТС по предложению продуктов для бизнеса, малого и большого. Отличный вопрос. С бизнес, с корпоративными клиентами, компания МТС работает всегда индивидуально. Мы помимо современных телекоммуникационных услуг предлагаем еще и эффективные рациональные решения для конкретного бизнеса, рассматривая его возможности и те потребности, которые бизнес испытывает для реализации своих, так скажем, для реализации своей деятельности. Хотел бы сказать, что для крупных клиентов мы также практикуем установку индивидуальных базовых станций, когда по желанию и по итогам обследования, так скажем, качества сигнала, сети, мы понимаем, что есть необходимость строительства, мы это делаем. В частности, за последние несколько лет такие примеры нередки в Кировской области. — Например, когда возникает необходимость построить индивидуальную станцию, какого размера должен быть бизнес, какого у них потребности? — Это, естественно, все считается, Светлана. То есть не будем сейчас углубляться в экономические такие конъюнктурные вещи, но хотел бы сказать, что иногда бывают такие концентрированные предприятия где-то в сельской местности, где, возможно, некое рассеянное покрытие и для того, чтобы большего комфорта добиваться с точки зрения потребления телематических и телекоммуникационных услуг, мы практикуем индивидуальное строительство базовой станции, в том числе и для таких клиентов. — То есть когда общего покрытия не хватает, строите индивидуальную станцию? — Да, покрытие есть, его часто не хватает под конкретные нужды, может быть, нет конкретных скоростей, мы всегда эту ситуацию решаем. Есть еще случаи вида улучшение качества сигнала внутри помещений. То есть зачастую в Кирове очень много старого фонда, это такие добротные толстостенные дома с цокольными этажами, и очень часто бывает, что сигнал просто с точки зрения технологии не может попасть в цокольный этаж. — Хорошо, надо покупать квартиры в цокольном этаже, чтобы никакой сигнал не проделся. Но для бизнеса плохо, конечно. — Для бизнеса плохо, я с вами согласен, да, и компания МТСДС приходит на выручку нашим партнерам, мы размещаем индивидуальное оборудование, которое улучшает сигнал, это и ФМТ, и СОТ, и Репитеры, и разное другое, и вполне успешно решаем такие проблемы. — Ну, вообще потребность в этом велика, дорогостоящие это удовольствие? — Нет, это недорого, я бы даже сказал, что это бесплатно, это входит в стоимость предоставления услуг. Для себя мы это расцениваем как имиджевый ход, то есть наши партнеры должны в компании МТС получать только самую качественную связь, самое качественное решение, поэтому уровень сигнала — это проблема именно наша, а не наших потребителей. — Еще одна смска с вопросом, что такое контактные сервисы? Короткое. Олег пишет. — Отличный вопрос. Знаете, в последнее время, особенно в бизнес-среде, очень принято обслуживание удаленное потребителя или, возможно, покупателя контактными сервисами, можно назвать такие сервисы, как, например, автосекретарь. То есть когда, дозваниваясь на контактный номер организации, вы попадаете в некую схему голосового оповещения и по подсказкам, так скажем, условного робота, то есть продвигаетесь по меню и зачастую даже без контакта с каким-то живым представителем этой компании можете получить ответ на свой вопрос, пройдя вот по этому каталогу до нужного вам ответа. Либо это сервис 8800, когда очень популярным сейчас является предоставление бесплатного набора, для того чтобы не терять потребителей. Многие люди могут искать вас из другого региона, но звонок по межгороду будет, естественно, гораздо дороже, чем внутри. И предоставляя возможность дозваниваться по номерам 8800, абонент не тратит своих средств и находит, собственно, тот товар, который, возможно, предоставляет эту услугу наши партнеры в качестве продавцов. Я думаю, что Олег удовлетворен ответом. Вопрос уже теперь от меня. Я знаю, и вы знаете, наши слушатели, какое количество сейчас выходит различных законопроектов и выносится на обсуждение тем по поводу защиты данных. Так или иначе, защищать данные пытается правительство своими указами. Я думаю, что каждая компания пытается защищать свои данные тоже, потому что коммерческую тайну никто не отменял. Ну и в свете выходящих каких-то указов тоже приходится защищать свои данные информационные. Вот здесь, вероятно, необходимо менять какие-то технологии. Тут тоже, может быть, какие-то установки. К вам с такими запросами обращаются компании? Безусловно, если мы говорим о каких-то внутренних данных или потоках информации, которые требуют защиты, в компании МТС есть решение. Это VPN, это защищенные каналы, которые предоставляются для передачи такого рода информации. И на данный момент мы видим за последний год практически двухзначный рост в два раза потребление этих сервисов. То есть люди, как вы правильно заметили, заботятся о безопасности перед вами. А это все-таки только компании бизнес делают? Или частные клиенты тоже есть? Мы сейчас говорим именно о корпоративных клиентах, которыми может стать любое юридическое лицо, любой формы образования. Безусловно, каждый может воспользоваться услугой VPN. Также VPN можно настроить для личного пользователя, как частного собственника, без разницы. И это дорого или вопрос цены всегда важен? Я так скажу, что мы всегда договоримся, приходите в наши салоны. Как я уже обещал, будет индивидуальный подход. Ваш вопрос мы рассмотрим. Вообще все корпоративные услуги имеют в виду, что есть индивидуальный менеджер, с которым решаются вопросы? В компании МТС, да, принято наличие индивидуального менеджера, который всегда находится на связи, всегда готов вмешаться в ход какой-то задачи, которую ставит перед ним руководитель предприятия, являющегося нашим партнером. Да, такой подход у нас принят. У нас остается не так много времени, а мне очень интересно задать вам вопрос по поводу проекта «Поколение М». Вопрос этот я задаю тоже с подачи уже упомянутого мной министра информационных технологий и связи, Зорина Александра Владимировича. Он мне сказал, что проект очень интересен и правительству в том числе. С какой точки зрения? Ну, вообще, сначала бытовая такая, водная. Я каждый раз, когда поднималась в ваш офис на Карла Маркса, видела большое количество красочных рисунков, фотографий, которые вывешиваются прямо там, во входной группе. Я не знала, я думала, что может быть просто розыгрыш какой-то, призов от компании МТС, детям, семьям и так далее. Мне господин Зорин пояснил, что нет, это такая более развернутая программа, по которой каким-то образом, благодаря этой программе, открываются студии художественные в различных регионах. И он сказал, что мы, конечно, очень хотели бы, чтобы с помощью компании МТС, там еще и фонд Хабенского, насколько я понимаю, задействован, в Кировской области в этом году такая студия появилась. Во-первых, расскажите, что за проект «Поколение М». Во-вторых, скажите нам, приедет к нам Хабенский открывать студию? Давайте по порядку. Для начала спасибо Александру Владимировичу, что он так живо участвует. Ну как же, я не могла не воспользоваться возможностью, знать, что вы ко мне придете, и он у меня в гостях. Да, так живо участвует в этом проекте. Действительно, мы ощущаем поддержку страны, руководство области, в частности, Министерство связи и телекоммуникации. Хотел бы рассказать немножко об этом проекте, ведь зачастую мы слышим «Поколение Маугли», а «Маугли» — это всего лишь часть нашего большого проекта, который называется «Поколение М». Проект живет и в виртуальной среде, и на сцене. Именно вот та его часть, которая касается спектаклей и представлений, которые проходят в городах, это именно «Поколение Маугли». «Поколение М» — это некий благотворительный проект, который объединяет идею развития детского творчества и одновременно помощи тяжелобольным детям. Проект мы придумали как компания, и воплощаем его совместно с фондом Константином Хабенского, как вы правильно заметили, и активное участие в творческих конкурсах и на портале «Доброе дело МТС.ру» приводит к тому, что компания перечисляет виртуальные баллы, которые превращаются в настоящие рубли, которые идут на поддержку и на лечение детей. Также результатом является некий набор голосов счетчика добра на сайте. И при победе в таких голосованиях, которые происходят по России, выбираются в город, в который приезжает Константин Хабенский и ставится спектакль с привлечением талантливых детей. Так, минуточку. Участвовать в конкурсе могут все жители Кировской области. Правильно я понимаю? Все жители Кировской области могут помогать детям, превращая их в виртуальную активность, в рубли, которые представляют. Я просто хочу понять. Вот рисунки, которые у вас вывешиваются, кто их автор? Автор просто дети, которые, или их родители, которые представляют эти рисунки. Наши дети и родители. Это у нас. Вот они предоставляют. Кировские жители. Потом эти рисунки, они есть также на сайте, мы их можем видеть. И кировчане же могут голосовать за эти рисунки. Все верно. Их голосование переводится в деньги, насколько я понимаю, которые идут на благотворительность. И чем активнее они голосуют, тем больше шансов, что у нас откроется творческая студия. Приедет Хабенский, будет спектакль. Все правильно. Если мы займем первое место в этом голосовании по итогам лайков, репостов, размещений детских рисунков, то к нам приедет Константин Хабенский со своей труппой. И среди талантливых детей будут выбраны актеры, которые будут принимать участие в постановке спектакля «Поколение могли». Это очень интересно. Кстати говоря, вот этот спектакль уже с большим успехом прошел в Казани, в Москве. Сейчас они еще раз будут ставиться в Москве. В Санкт-Петербурге был большой успех. И на данный момент есть конкретные результаты. В ходе существования проекта участники более 8 миллионов рублей собрали. 12 детей получило помощь через этот проект и фонд Хабенского. То есть я могу зайти сейчас на сайт и внести свою лепту? Безусловно. Мы бы призывали всех жителей, которые неравнодушны к существующей проблеме, голосовать на сайте, размещать рисунки своих детей. Компания будет перечислять за это деньги. «Доброе дело МТС.ру». Спасибо, Максим Исаев, директор филиала МТС в городе Кирове. Я думаю, что еще встретимся. До свидания. Приглашайте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok